Зачем оплакивать Хусейна и его сподвижников? Они шахиды и получают свой удел. Дело в том, что в религии ислам, в нашей религии, есть воспитательные факторы. Есть то, что нас воспитывает, то, что нас возвышает, то, что нас ведет к совершенству. И эти факторы мы можем условно поделить на два вида. Например, те факторы, которые имеют отношение к разуму, например, в священном Коране Всевышний неоднократно обращается к людям и говорит, разве вы не размышляете, разве вы не оглядываетесь, разве вы не смотрите, разве вы не задумываетесь над тем, что вы видите на небесах, на земле, из следов прошлых поколений и так далее и тому подобное. И сам Всевышний неоднократно в священном Коране обращается к разуму человека, чтобы через разум, через разумные, логические доводы и доказательства привести человека к определенным взглядам, к определенным убеждениям, которые возвысят его, делать его совершеннее. И поэтому важным фактором являются доводы разума, логика, логические доводы, очень важными, на которые часто отсылают нас в Всевышнем в священном Коране. Но этим религия наша не заканчивается. Всевышний также воздействует и воспитывает нас через наши эмоции, через наши чувства и эмоции. И эти эмоции, эти чувства играют очень, крайне важную роль в нашем воспитании, в нашем возвышении и в нашем приближении ко Всевышнему. И оплакивание шахидов, и в частности, и в особенности, в первую очередь, его светлость, имама Хусейна Али ибн Али ибн Абиталиба, алей салат и салам. Господина мучеников, нужно именно нам. Оплакивание этих людей, оплакивание имама Хусейна, алей салат и салам, в первую очередь, нужно нам в воспитательных целях, а не им. Они не нуждаются, как вы совершенно верно говорите, они шахиды и получают свой удел. Но оплакивание необходимо именно нам, ибо слеза является краской для души. Слеза – это эмоциональная связь с теми ценностями, с теми идеалами, носителями которых являлись те, кого мы оплакиваем. Мы приобщаемся к их идеалам, к их ценностям. И с этой точки зрения, как мы обнаруживаем в преданиях и в аятах Священного Корана, оплакивание является величайшим поклонением Аллаху. Почему? Потому что это очень сильный инструмент в приобщении не в логическом, не в каком-то теоретическом, идеологическом плане. Приобщение не в идеологическом плане, а приобщение именно в эмоциональном плане, когда мы привязываемся к определенным ценностям, к определенным идеалам и испытываем ненависть к противоположным ценностям идеалам. И именно поэтому последователи Альбейд, алеймус салат ва салам, на протяжении этих веков, в которых мы оплакиваем имама Усейна, алеймус салат ва салам, и проклинаем его убийц, мы на эмоциональном уровне, не только на логическом, на разумном, на теоретическом уровне мы убедились в исламе, но мы эмоционально привязаны к этим ценностям. Мы эмоционально приобщены к этим ценностям и идеалам. И эмоционально, даже в какой-то мере, на подсознательном уровне ненавидим те ценности, которые олицетворял собой Язид и Блимуавия. Поэтому ответ совершенно очевиден и понятен. Оплакивание нужно именно нам, а не этим людям. Они, как вы совершенно сказали, шахиды и получают своего дела. Они не нуждаются в наших слезах. Мы нуждаемся в этих слезах, чтобы воспитать самих себя, чтобы окрасить этими слезами себя в те краски, которые были окрашены духовно, те люди, которых мы оплакиваем, в которых был духовно окрашен его святлый Зима Мусейн Алей-Саат-Васлам, идеалы и ценности, носителем которых он являлся. Поэтому слеза – это духовная краска для человека. Это вещь, которая окрашивает человека в те краски, в которые были окрашены те люди, которые он оплакивает, которым он сочувствует. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова